Почему вообще появляется лишний вес от потребления алкоголя или, в частности, пива? Что важно понимать? Первое, что на самом деле чаще всего, особенно на начальных этапах, вес набирается, особенно у относительно здорового молодого организма, чаще не от самого пива или не от самого алкоголя, а от того, что потребляется вместе с ним. То есть, если взять типичный такой набор, бутылка пива, какие-нибудь сухарики, орешки, чипсы или еще что-то, скорее всего, пиво будет наименее калорийный продукт из всего этого списка. В пиве где-то на 100 грамм, где-то 50 килокалорий. Это достаточно немного в сравнении с каким-нибудь плавленным сырком, колбаской, орешками, сухариками и так далее. Поэтому очень часто люди на самом деле, особенно на первых порах, особенно относительно здоровый организм, который не так быстро, скажем, изнашивается от потребления алкоголя, чаще всего набор лишнего веса идет из-за сопутствующих каких-то еще аспектов вот этой вот трапезы такой, потребления пива. И сама даже культура потребления пива как будто нам диктует, ну опять-таки социумом, рекламой и так далее, нам диктует, что купил бутылочку пива, купи еще что-нибудь к пиву, даже как бы такая фраза существует, взять что-нибудь к пиву. И вот чаще всего лишний вес прежде всего мы получаем от вот этих лишних продуктов. Почему? Потому что в принципе, если взять простую формулу, простая арифметика, если мы потребляем больше, чем наш организм тратит, чем наш организм тратит на поддержание жизнедеятельности, на какую-то физическую активность, мозговую активность, даже когда мы спим, и идут какие-то восстановительные процессы, наш организм тратит энергию, получает он ее с пищей. И когда мы потребляем больше, чем тратим, мы набираем лишний вес. Если человек злоупотребляет алкоголем, а алкоголь, как правило, еще повышает аппетит, плюс какие-то социальные факторы диктуют определенные условия, моду, скажем, на культуру потребления таких напитков, она сопутствует с изобилием пищи, чаще нездоровой, очень высококалорийной, но не питательной. То есть чаще эта пища просто насыщена вредными жирами, простыми углеводами, от избытка которых чаще всего и появляется лишний вес. Поэтому я нахожу на сегодняшний день основную причину лишнего веса, это прежде всего от вот такой вот культуры потребления, из-за продуктов, которые еще вместе с пивом поступают. Если говорить еще отдельно об алкоголе, безусловно, конечно же, от алкоголя мы тоже набираем лишний вес. Но опять-таки не от самого алкоголя, а от тех процессов, которые он провоцирует в нашем организме. Вы же говорили о том, что когда мы потребляем алкоголь, для его введения как яда, как токсина, организму нужны сверхусилия. Он подключает сверх работу, фактически всех внутренних органов. Наш организм устроен так, что когда он попадает в какое-то стрессовое состояние, а выведение токсина из организма, это тоже стрессовое состояние. Прежде всего он борется за жизненно важные функции. Он хранит жизненно важные органы лучше всего. И сжигание лишних жиров, вот эта функция отходит вообще в последний список. То есть наш внешний вид, какая-нибудь красота или еще что-то, что важно тоже на сегодняшний день и в обществе, и каждому лично, наверное, это уходит на второй план. Организму важно сделать все, чтобы вывести токсин, вывести яд и максимально как-то восстановить быстро организм. В средстве этого очень часто нарушаются обменные процессы. То есть обмен веществ уже идет недолжным образом. Если мы часто потребляем алкоголь, ну как вообще, когда попадает алкоголь, он прежде всего попадает в пищевод и в желудок. Все, что мы пьем и едим, они всегда попадают в пищевод и в желудок. Ну как бы это то место, через которое всегда, но проходит все, что мы едим и пьем. Поэтому первый удар падает на них. Особенно пиво, в котором много дрожжей, он подлежит таким процессам брожения, он раздражает стенки желудка, и он провоцирует выделение больше кислотной среды. Если мы очень потребляем много пива, наш организм включает такую функцию, что начинает еще больше и больше выделять кислотные среды. А кислотная среда, если она не используется опять-таки для расщепления пищи, которая находится в желудке, то она разрушает стенки желудка. Так появляются гастриты, язвы, в худших случаях рак желудка. Когда часть уже спирта всасывается просто через стенки желудка, кишечника, просто пока проходят первичные процессы пищеварения. Но основной удар приходится на печень, на почки, которым необходимо отфильтровать, вывести лишнюю жидкость, весь спирт, весь алкоголь. Поэтому очень часто организм обезвоживается. То есть один из тоже таких эффектов, который получается. Поджелудочная железа, она отвечает за то, что вырабатывают ферменты. Для расщепления пищи, ну и в том числе для нашего организма алкоголь тоже пища. Все кроме воды, все, что имеет калории, все, что имеет энергетическую, питательную ценность, это еда для нашего организма. Еду важно расщепить, усвоить, получить все питательные, полезные вещества и вывести естественным образом из организма. Поджелудочная железа работает тоже в сверхрежиме. Она не всегда даже способна выделить столько ферментов, чтобы расщепить какую-то большую дозу пищи, еще и неправильно, или какую-то большую дозу алкоголя. Иногда при такой чрезмерной, очень высокой нагрузке и работе поджелудочной просто могут случаться спазмы, протоков, через которые получает организм свои ферменты. И может получаться что? Что эти ферменты остаются в поджелудочной, и они разрушают ее изнутри. Либо как бы организм недостаточно выделяет ферментов, какая-то пища, или все, что мы едим, пьем, не допереваривается. Это огромнейшая цепочка, которой я даже задеваю больше вопросов желудочно-кишечного тракта, ощущения сердца и другие органы, которые другие специалисты могут еще более качественно прокомментировать. Но все равно влияние воздействия на организм колоссальное. Каждый внутренний орган борется за то, чтобы очистить организм. Если говорить о органах желудочно-кишечных трактов, о нарушении вот этих ферментативных функций, нарушается полностью обмен веществ. И вследствие нарушенный обмен веществ, метаболический синдром, так называемый, это самая распространенная и самая частая причина набора лишнего веса. В принципе, у людей неважно, у женщин, у мужчин, в принципе, у всех, кто злоупотребляет алкоголем, вследствие чего нарушаются внутренние обменные процессы, и уже из-за этого набирается лишний вес. На самом деле, даже если говорить о логике, вот если мы потребляем больше, чем тратим, то в пиве, казалось бы, на самом деле не так много калорий, но за его химического состава он запускает вот эти вот все процессы. И потом уже даже здесь, даже если вы откажетесь от всех вредных продуктов, которые сопутствуют пиву, все равно пиво будет запускать вот эти физиологические процессы. Они нарушенные будут все равно провоцировать лишний вес. Продолжение следует...